Всем привет! Вы на канале Зелёный Алматинец. За лето у меня накопилось вот такое количество PET-баклажки. Ну, кое-что я покупал из напитков, кое-что находил во время поисков металлолома. Всё складено в китайские сумки. Вот эта сумка полностью набита бутылками от Кока-Колы. Летом проходила акция, и я собирал от неё крышки, баклажки, прихватывал по ходу, чтобы они там не валялись и не засоряли улицы. И таким образом вот накопил вон ту и эту сумки. Сейчас всё это дело надо заплющить, потом взвесим, и, наверное, будем готовить к сдаче в пункте приёма. Всё, давайте я начну сейчас работу. Чтобы пластиковая бутылка занимала минимум места, её нужно сплющивать таким вот образом. Откручиваем крышку. Вот так сминаем. И потом обратно закручиваем. Получается вот такая тонкая и уже не такая объёмистая. Уменьшить объёмы бутылки ещё можно вот таким способом. Снова откручиваем крышку. Делаем вот так. Снова закручиваем. И получается бутылка в таком закрученном виде. Я отобрал пэт-бутылки разного объёма. Начиная от 5 литров, далее идёт 2,25, 2 литра, 1,5 литра и 0,5 литра. Каждую мы взвесим сейчас по отдельности и посмотрим их примерный вес. Начнём с пол-литровой, она весит 25 грамм. Потом литровая, 35 грамм. Полтора литра, 55 грамм. Это 2 литра, 50 грамм. 2,25, 55 грамм. И добрались до 5-литровой. Она весит 105 грамм. Друзья, на данный момент я отправляюсь в сторону пункта приёма вторсырья. Вся баклажка была замята и складена в эти же сумки, в которых она была в немятом виде. Конечно, занимает всё равно очень много места. Но на тележку вроде всё это поместилось. Просто я даже не ожидал, думал, что получится по одной вести. Но две штуки вроде бы нормально. Ещё здесь есть собратое количество алюминиевых банок. В принципе, нормально. Думаю, сейчас ещё буду дальше идти. Соберётся ещё. Всё. Давайте двигать дальше. А потом посмотрим вес всего этого вторсырья. Проезжаю возле мусорных баков. Так, вроде, ничего такого нету. А возле мусорки кто-то привёз вот такой мусор. И тут разбитые телевизоры. Меди там, конечно, нету. Ничего не осталось. А вон там, вроде, по-моему, плата осталась, что ли. Давайте ещё посмотрим. Да, вот такая плата. Я сейчас её попробую отсюда вытащить аккуратно. А там... Так, тут ничего нету. Такая вилка. Ну, можно забрать. И ещё, вроде, от монитора кинескоп. Сейчас, если что-нибудь найду, ещё вам покажу. Вдоль обочины обнаружена находка. Красный цвет. Похоже на медь. Ещё находки. И это куча всяких бычков. Рядом с ними лежат такие баллончики Рексона. И это алюминий. Тут ещё два. Забираем. И небольшое количество... Вернее, большое количество таких вот крышек от пива. Всё берём. Только что сдал пэт-баклажку. И там получилось 15 килограмм. Дома посмотрим вырученные деньги. Возле меня находится какая-то находка. Сначала я подумал, что это какая-то пластиковая баклажка. Но это... Это, походу, огнетушитель. Такой. Не знаю, как будто внутри чуть-чуть есть жидкость. Он имеет... Вот тут, посмотрите. Это латунная... Вот тут вот у него как пробка. Можно забрать. Отличная находка. А потом посмотрим, что будем с ним делать. Ещё нахожу... Консервные банки. Так, это вроде от тушёнки. А там... Банка... От такого очистителя-карбюратора. Друзья, я сейчас нахожусь дома. И давайте сначала подведём итоги по данной пэт-баклажке. Её там получилось 15 килограмм. Приняли по 40 тенге за кило. Процесс взвешивания я, конечно же, показал. Без него никак. Вырученная сумма составила... 500... 600 тенге. Перевёл в другую валюту также. Этим деньгам, думаю, будет очень скучно в одиночестве. И поэтому они хотят воссоединиться с другой денюжкой. Конечно же, мы их туда отправим. Деньги от мусора. В этот раз удалось найти такие находки. Это чёрный металл. Банка от консервы. Такая баночка. Такие вот шмурдятины. Возле мусорки была найдена такая плата. Её потом надо будет очистить от этого пластика. Три алюминиевых баллончика. Вилка. Крышки от пива. Но все без рисунка. И одна попалась вот такая, с рисунком. Вот этот кусочек красного цвета. Думаю, это медь. Если сейчас не будет реагировать, то... Ну, это она и есть. Кинем в копилку с медью. Это у нас такой огнетушитель. Увесистый. И на нём... Вон тот колпачок жёлтого цвета. Это латунь. Как-нибудь, может быть, всё это дело разберём. Такие находки. Давайте теперь взвесим алюминиевые банки. По банкам получился полный пакет. Взвешиваем его. Один килограмм триста восемьдесят грамм. Кому понравилось видео про сдачу в пэт-бутылке, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. До свидания.